23 декабря 1953 года официальная дата смерти бывшего главы НКВД правой руки Иосифа Сталина, одного из главных его соратников Лаврентия Берия, имя которого до сих пор окружено множеством мифов и легенд. Поговорить об этой неоднозначной фигуре на радио Комсомольской правды мы предложили историкам, публицистам, специалистам по этому периоду в жизни советской страны Юрием Мухиным, Дмитрием Фостом и к нашему разговору присоединился заочно Николай Сванидзе. История за пределами учебников на радио Комсомольская правда. В этой омерзительной швале, которая пришла к власти в 1917 году и держалась за власть всеми силами, которыми только можно было держаться, Самое эффективное средство удержания у власти было убийство, что охотно как бы реализовывалось власть имущими. И вдруг появляется на фоне вот этого оскотеневшего быдла, которое дорвалось до власти, вдруг появляется уникальное явление. Это вы Берия называете уникальным явлением? Да, я Берию называю уникальным явлением. На этом фоне вдруг появляется в этой толпе палачей человек с практической хваткой, не ориентированный на ортодоксальную идеологию, А самое главное, самое удивительное, с проблеском интеллекта. Не просто с проблеском, а с очень сильным интеллектом. Моментально ориентирующийся в обстановке, принимающий единственно правильное решение, готовый отойти от идеологических, идиотских установок ради достижения цели. Так все-таки, есть показания о том, что Берия действительно участвовал в допросах маршала Блюхера. Маршал Блюхер умер в внутренней тюрьме НКВД. Да. Так Берия его пытал или нет? Вы знаете, он, я думаю, что лично, да, никто не пытал. Были специальные, для этого выделялись люди. Блюхеру что, он что, лично сам выбил власть, что ли? А что-то еще поймете, Блюхер был член ЦК. Вот представьте, у вас 70 человек, вы руководите страной. Допустите ли вы, чтобы кто-либо хватал кого-то из вас, и где-то там расстреливал, осуждал. Любой член ЦК, перед тем, как его арестовать, или когда его уже арестовали, ему назначали очную ставку с кем-то, либо его допрашивали члены ЦК. И вообще любых важных, ну достаточно высокопоставленных людей допрашивали члены ЦК. Они убеждались, что он действительно есть основания к тому, чтобы это самое. И представьте, этим членам ЦК или на эту ставку представят избитого Блюхера. Да они сотрут НКВД за то, что его заставили в чем-то признаться. Там, что Тухачевский, что Блюхер, они настолько замазаны в предательстве, что им не имело смысла пытать. Они и так признавались. Там настолько показывали друг на друга, настолько все это сводилось. Там, ну понимаешь, ну пытать нужно бить, но это же физическая работа. Ну зачем мне эту физическую работу делать, если ты и так признаешься. То есть Берия присутствовал при допросах маршала Блюхера? Естественно, он допрашивал. Именно потому, что это марш, что это высокопоставленный. Не доверялось это там какому-нибудь простому старшему лейтенанту НКВД. Сам Берия его допрашивал. Данных, освидетельствующих о том, что он лично участвовал в пытках, нет. Значит, участвовали его генералы, участвовали там его какие-то замы. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. Судя по тому, что творилось в органах НКВД, исключить того, что Берия был садистом нельзя. Но в то же время и прямых доказательств этому нет. Есть шифрованная телеграмма Сталина 10 января 1939 года. И, в общем, она подтверждает то, что по инициативе Берия Сталин разрешил продление срока действия мер по физическому воздействию на врагов народа. То есть, фактически, Берия способствовал тому, чтобы Сталин узаконил пытки врагов народа. Это миф или нет? Это не миф и миф одновременно. Потому что пытки, да, вообще-то, запустил в НКВД еще Феликс Агмудович Дзержинский. И говорит, что во всем виноват Берия, это смешно и анекдотично. Берию обвинили во всем, в чем угодно, да, после его убийства. В том числе, на 90% в том, в чем он абсолютно не был виноват. Он вызывал ужас у этой швали, у этого быдла. Ну, вот представьте себе, вот Никита Сергеевич Хрущев, да. Люди, замазанные кровью, люди, замазанные вообще репрессиями и совершенно безграмотными действиями, в том числе в годы Великой Отечественной войны. И вдруг всему их прошлому, настоящему и будущему угрожает великий умник. Что было за законодательство? Все, что ты добыл, это предварительное следствие. НКВД, пытки, это предварительное следствие. Все, что ты добыл на предварительном следствии, не имеет значения. Главное следствие на суде. Ты можешь в чем угодно признаться под пытками. На суде ты скажешь, я этого не говорил, не признавался, и этого доказательства нет. И Берия, когда выступал на Бренуме, потому что в 1938 году, говорит, мы возвращаем 40% в дел. Вот суды постановили там расстрелять, возвращаем 40% в дел. У вас все основано на показаниях подсудимого. Но он отказывается, говорит, и доказательств нет. Он говорит, и Вашинский требовал, вы ищите другие доказательства, понимаешь? Нельзя основывать на... На признании. Он говорил, это царица доказательств, признание. Но она должна быть, по словам подсудимого, вынужденной под напором других фактов, а не потому, что вы его избили, и он признался. В принципе, все, что страшное, что было в 30-е годы, и что было, несомненно, частью советской системы, такой просто имманентной, обязательной частью, без которой невозможно себе представить функционирование Советского государства с того времени, исходило с самого верху. Потому что там, скажем, систему ГУЛАГа, как экономическую систему, как хозяйственную систему, придумал Егода. Большой террор проводил Ежов. Большой террор проводил Ежов. Это было невозможно без Сталина. Сталин был первым лицом. А кто там, кому что предлагал, в том числе и Лаврентий Берия, который Ежов сменил Егоду, Берия сменил Ежова. Он был первым замом Ежова, да. Да, время от времени Сталин ротировал все свои ведомства, в том числе и ведомства государственной безопасности, репрессивное. Но кто там, что кому предлагал, на самом деле не имеет большого значения. Потому что все предлагали друг другу, все забегали вперед паровоза. Все и руководители силовых структур, и главные силовые структуры, в частности, НКВД в то время, и руководители регионов, они все занимались и пытками, и репрессиями. Ну, я имею ввиду не лично, а по их приказу и по их инициативе. Это было в порядке вещей, и здесь кто что, кто первое слово сказал, это не имеет никакого значения. Сейчас портрет Берии получается не то, чтобы белый и пушистый, но на самом деле рыцарь революции пока что. Вот пока из того, что было сказано. Я не говорю, что так это или не так, но пока из ваших аргументов. А ведь убийство Троцкого, группу, которая это организовывала, возглавлял именно он, и инициировал убийство Троцкого именно Берия. А это что, ужасно, что ли? Нет, про лоха? Сейчас, минутку, Юрий Иванович. Не убийство Троцкого, он организовал казнь Троцкого. Потому что Троцкий предварительно был осужден и приговорен к смерти. Понимаешь, его сначала выслали, полагая, что, ну, это 58-я статья, она предусматривала две высшие меры наказания. Расстрел и высылка за границу. Но за границу он стал настолько вредить, особенно после испанских событий, где троцкисты ударили в спину республики, что стало необходимо, его приговорили к смерти. И отсюда поставили палача. Вот наняли Ромона как коммуниста. И он убил Троцкого. Меркадер. Меркадера, да. Убил Троцкого. Но это была казнь, как до этого казнь была украинских там националистов. Ну, конечно, потому что Лаврентиберия был руководителем соответствующего ведомства. Все подобного рода операции были на нем. Опасности, конечно, физической уже для власти Сталина Троцкий давно не представлял. Он не представлял с тех пор, как была странена власть еще в 20-е годы. Но, тем не менее, Троцкий был очень крупной фигурой идеологической, политической, которой он много писал, он много работал, он много, скажем так, у него был сильный пиар. Это была яркая фигура. И фигура именно такая притягательная, антисоветская, коммунистическая, большевистская, но в то же время антисталинская. Потому что тогда еще все-таки все помнили, что он соратник Ленина. Все помнили, что он один из главных творцов Октябрьского переворота или Великой Октябрьской революции, как сами большевики стали называть этот переворот. Что он создатель Красной армии, и у него ореол был могучий. И, конечно, Сталин, который хотел все-таки, чтобы главным создателем всего, что тогда считалось позитивным, автором Октября, автором победы в гражданской войне, наряду с Лениным был он, Сталин. Конечно, он стремился уничтожить Троцкого, уничтожить его славу. И это задание не отменялось никогда. И занимался этим, конечно, Берия, несомненно. В конце концов, он своего добился. А вот что, ну, никак, ну, мне кажется, нельзя объяснить разумно и логически, решение предберываться как в КПБ от 5 марта 1940 года, расстрелив в КТ нескольких тысяч пленных польских офицеров. Да, и что? Ну, расстреляли, но не по инициативе. Это было, наверняка, это было 100% коллегиальное решение. Так, а теперь автор книги об этом. Да. Во-первых, не расстреливали. Ну, вообще не расстреливали. Понимаешь, ну, я не знаю, как, я написал толстую книгу, поэтому у меня много такие доводы к этому делу. Ну, простой довод. Возьмите цифры расстрела в Советском Союзе. Да. 20 тысяч польских офицеров. Но в 1940 году всего расстрела 1600 человек. По документам? Да. Это по статистике, которую с этим сделали. Там их не расстреливали. А что делали? Когда, значит, началось противостояние, было ясно, что немцы с поляками начнут войну. Главнокомандующий польской армии Рецмегл с началом войны начал рисовать свой портрет, как он на белом коне ведет в Берлин. И польская армия вдруг бросилась убегать. У них бригада перебежала от западной границы к восточной, не сделав ни одного выстрела по немцам. И полностью развалилась по дороге. И вот в это время, значит, ну, понимаешь, для нас это настолько было, для Советского Союза, неожиданно. Потому что польская армия считалась самым сильным. Что мы получим столько польских офицеров на своей границе. А? Что мы получим столько польских офицеров на своей границе. Понимаешь, главное, что вообще никто не ожидал, что придется с ними заниматься. Не было управления по пленным. Не знали, куда их деть. Когда они появились... Ну, это подчасти к разберии было, подчасти к КВД. А куда их еще? Да. Так колючей проволоки не было. Их поселили в дома отдыха. Потому что больше некуда было селить. До декабря не знали, сколько их вообще находится в Советском Союзе. Ладно. И эти, они требуют себе, значит, там, определенное количество денег, еды и всего прочего. И не работают, потому что они офицеры. И вот в 40-м году особое совещание, был такой орган, который садился с этими самыми... Который мог дать по тем временам до 8 лет лишения свободы максимум. Назначил им всем 4-5, ну, в зависимости, там, 3-5 лет лишения свободы, переквалифицировав их в заключенных. И заставил работать. То есть, Катыни Берия никакого отношения не имеет. Не имеет, потому что не расстреливает. Берия, наоборот, он принимал огромные усилия, чтобы из этих польских офицеров создать армию для войны с немцами. И не получилось ничего. А решение Политбюро ЦК ВКПБ от 5 марта 40-го года о расстреле в Катынинске тысячи пленных польских офицеров. Самое прямое отношение имеет. Действительно, была его записка, в которую он фактически предлагал так и поступить. Вот. Но это не значит, я повторяю еще раз, что вся вина лежит на нем. То есть, на нем лежит огромная вина, но точно такая же вина лежит на всех членах Политбюро. И, разумеется, в первую очередь на Сталине, потому что, еще раз повторяю, все решения в конечном счете, самый главный субъект принятия решений в стране был один. Это был Иосиф Сталин. Накануне войны Берия, который возглавлял НКВД с 1938 года, с ноября, тщательно фильтровал информацию, которая поступала из разных стран о том, что с Советским Союзом готовится война. И поэтому Сталин имел искаженное представление о реальном положении дел. Собственно, потому так плохо мы войну и начали. Разведка – это орган, который очень близко сотрудничал с Коминтерном в части подбора кадров. Коминтерн – это абсолютно была троцкистская организация. Доверять разведке, которая на 70% состоит из бывших курьеров Коминтерна… Ну, состояло, наверное, период прихода Берия в руководство НКВД в 1938 году. Вы знаете, быстро произвести смену декорации невозможно в этом органе. И фильтровалась, конечно же, фильтровалась эта информация. И налицо было… То есть он снижал уровень опасности предстоящего нападения для Сталина? Это вообще очень большая интрига историческая, да? И сейчас свалить вину за неожиданное нападение, как бы неожиданное нападение Гитлера на Советский Союз, списать это на Берию – это совершенно неблагодарная попытка. Вообще сам факт того, что это было внезапно, не соответствует действительно. Да. Понимаешь? Значит, тут какая штука. О том, когда нападут, не нужна была никакая разведка. Это из газет узнают. Почему? Потому что такое количество войск выдвинуть к границам невозможно тайно. Что ни в чего не вскрыла Генштаб, и чего не вскрыла разведка. Это направление главного удара. Советская разведка была, конечно, накануне войны, несомненно, разгромлена. Только я повторяю, это все не нужно связывать, это исключительно с Берией, так же, как не нужно связывать большой террор исключительно с Ежовым. Это все нужно связывать со Сталиным, он был главный начальник-то. И разведка была разгромлена так же, как и все остальные структуры. Не только потому, что там были троцкисты и коминтерновцы, хотя и поэтому тоже. А потому, что просто проводился террор среди всех ведомств, в том числе и в разведке. И просто этот террор, эти репрессии, так же, как они не обошли страну и Красную Армию, и руководство Красной Армии всей, они так же не обошли и разведку. И, конечно, разведка была разгромлена, несомненно. Но потом, уже во время войны, деваться было некуда. И точно так же, как Сталин, который начал войну очень самоуверенно, решив, что он разбирается в военном руководстве, так же, как и во всех остальных сферах жизни. И, так сказать, считал, что он крупный военачальник. После страшных первых, разгромных, катастрофических поражений 1941-1942 года, он доверился профессионалам. Точно так же он сделал и в разведке, слава богу. И в Иберии человек, несомненно, при всех своих страшных качествах, отличавшиеся организационными талантами, он стал налаживать разведку, да. И поэтому сначала она была разгромлена, потом во время войны она налаживалась. Поэтому и то, и то. Выселение палорских немцев, а также ряда народностей Северно-Кавказа, крымских татар уже гораздо значительно позже, это была прямая инициатива Берия, то, что касается палорских немцев. Это прямая инициатива была еще царя. Нет, ну сейчас речь о войне. Нет, я говорю о войне, так еще царя он понимал, что нельзя иметь в таком близком тылу немцев. Ведь, понимаешь, там... Но миллион четыреста тысяч в основном жили в Поволжье. Да, и при царе жили в Поволжье, и про них уже были планы их выселить еще дальше. Если вы полагаете, что это ошибочное решение, вы глубоко ошибаетесь. Потому что примерно начиная с 15 июня 1941 года в украинских поселениях немцев в Поволжье, я вот читал документы об этом, составлялись списки коммунистов и формировались отряды, которые сейчас вот в обиходе называют диверсионными. Они знали о начале войны раньше, готовились выполнять и действовали по инструкциям Гитлера. И мы сейчас будем жалеть, что их выселили. А что с ними делать? Как можно дальше? Главное, что их спасли этим. Они живых, русские, понесли такие огромнейшие чеченские потери на фронтах, и эти отсаделись в тылу. Пере был руководителем соответствующего наркомата, поэтому он и разрабатывал эти операции. Это было и в начале войны, это было и в самый разгар депортации, именно в 44-м году. В 44-м, обратите внимание, когда уже хребет фактически гитлеровской военной машине был сломан, после Сталинграда было уже очевидно, что война клонится к ясному определенному результату, именно к нашей победе. Если бы это было там, скажем, в панике в 41-м году, это бы еще можно было психологически понять. А в 44-м это уже было вообще абсолютно никак не оправданно, не только с моральной, но и с рациональной, с политической, с военной, с коюгодной точки зрения. И в это время произошли самые основные депортации разных народов, в том числе кавказских народов, в том числе крымских татар. Это именно 44-й год. И, как мы знаем, кавказские народы, в частности, для них дата, там, скажем, День защитника Отечества, очень такая, мягко говоря, своеобразная, потому что основные депортации были как раз 23 февраля 44-го года. История за пределами учебников на радио «Комсомольская правда». А давайте тогда уже к ядерному, к ядерному проекту сказать, то, что его называют отцом ядерного проекта, ну, оспаривать сложно, потому что, ну, он был назначен Сталином на этот проект. Но, почему сейчас все чаще и чаще звучат голоса, что главная заслуга в создании атомной бомбы не у ученых, а именно у Берия? Вклад Берии организационный, стопроцентный. Другое дело, что целый ряд интеллектуальных решений все-таки было сделано в Советском Союзе. Но организация этого проекта, привлечение лучших мировых специалистов, добывание нужной, недостающей информации и в результате создание атомной бомбы в пять раз быстрее, чем на Западе, да, это заслуга Берии, безусловно. Значит, Берия получил сведения, что не в Америке, а в Англии в 41-м году идут исследования по какой-то хитрой взрывчатке урановой. О том, что можно создать из урана бомбу, было еще написано в учебнике химии, как ее создать. Вот. Берия с этим делом выступает. В это время еще один физик, флеров, служивший в аэропорту, посылает бумагу. Что делают в этом самом деле? Посылают ученым. Малая Академия в Казани собирается и доказывает, что атомную бомбу создать невозможно. И тут выходят на Харитон, делают расчеты, показывают, нельзя ее создать. И вот это нельзя создать, становится пределом некого найти. Все эти копийцы, йофе, попрятались по углам. Потому что, ну ты сам понимаешь, я вот ученый такой славный, взялся бомбу создать и не создал. Меня же в тираж запихнут. Все в стороне. Нашли в Ленинграде, Курчатова, никому неизвестного. Поставили, ну там опять проблема. Проблема атомной бомбы была не столько в разведданных, сколько в получении самого урана. Вот это была страшнейшая проблема. Вот здесь 150 тысяч человек работали. То, что Берри организовывал. Когда в 45-м году американцы испытали атомную бомбу, стало ясно, что она может получиться. И вот в этот момент наука хлынула. И тут Сталин передает этот проект Беррия. Освобождает его от НКВД. От работы передают этот проект Беррия. Беррия его организовывает. И заставляет ученых. Заставляет деньгами. Там до того было это издевательски выглядело. Там 100-тысячные премии, коттеджи строятся. Там бесплатное обучение. Детям чуть ли не в этом сам. Там только крепостных не хватало. Давалось это все этим ученым. Сделайте только. И даже в этом случае тот же Капица в страхе свалил с этого проекта. Весь атомный проект огромный. Во главе его действительно был Беррия. Со своими несомненными очень большими организаторскими способностями. Но прежде всего своими административными, хозяйственными, денежными, колоссальными возможностями. Потому что под Берией была вся система НКВД. А это было огромное, это было совершенно колоссальное хозяйство. С немеренными материальными административными возможностями. Все что угодно было в его распоряжении. И вот это все что угодно было брошено на создание атомного проекта. И в конце концов его создали. Плюс еще разведывательные возможности. Плюс колоссальные возможности мозгов гениальных советских физиков, которых уберегли от репрессий именно для того, чтобы они создавали атомную бомбу. В конце 40-х уже начал Сталин болеть. И в начале 50-х на работе появлялся нечасто. Это известно. Неважно, себя чувствовал. Роль Берии в смерти Сталина. Если она есть. Или совсем прямо. Убивал ли Берия Сталина? Ну он признавался об этом во время похорон. Он сказал об этом, если мне не изменяет память Молотова. Он сказал, да, вот я помог уйти Сталину. Берия не убивал Сталина. И был, может быть, единственным человеком, который действительно пытался продолжать его дело. Ну признание-то Молотова было? Да, ну. Так. Понимаете, там Молотов и эти самые тоже там запутаны вот так. Значит, штука была вся в том, что Сталин еще в 38-м своей конституции заложил отстранение партии от власти. В 52-м году на съезде он упразднил в партии Политбюро, заменил президиумом. И фактически получалось, что партия не управляет. Если вы посмотрите стенограмму, когда Берию бичевали, это Каганович. В чем обвиняли его? В том, что он говорил, что партия не управляет. Партия это идеология и кадры. И не лезьте в управление страной. Управлять страной должна советская власть. То есть, демократия. То есть, он делал то, что когда кричали в перестройку, вот партию убрать, Сталин убрал. Он ее убрал очень аккуратно, причем руками Хрущева. Хрущев читал этот доклад. Эту часть изменения структуры партии. Ее переименовали в КПСС из ВКПБ. Партийные билеты, где было, что ВКПБ, это часть мирового интернационала, убрали к черту. Она стала Коммуническая партия Советского Союза, как, допустим, там и Православная Церковь России. Но ей поставили вот идеологию. Доказывайте. А управлять страной будет советская власть. И вот Берия был тот, который пытался продолжить дело Сталина. Сталина и убили за это. Но не Берия. Не Берия. Убил его Хрущев. Так все-таки Сталина устранил Берия или Берия этому всячески препятствовал? Нет никаких реальных оснований полагать, что он препятствовал или что он способствовал. Это все на уровне легенды мифов. И здесь мифы можно сочинять в любую сторону. Мифу о том, что Берия способствовал уходу Сталина, значит, на мельницу этого мифа льется вода фактическая, реальная. Потому что осенью 52-го года во время пленума ЦК Сталин, который уже, по-видимому, я не знаю в чем дело, это вопрос, так сказать, не ко мне. Но, по-видимому, у него уже какие-то ментальные были изменения. Он очень сильно атаковал своих ближайших соратников, в частности, Микояна, в частности, Молотова. Они оказались под ударом. Я напомню, что у некоторых членов Политбюро сидели жены. В частности, у того же Молотова. И под ударом, судя по всему, оказался и Берия. Потому что затеял Сталин так называемое менгрельское дело. Берия был менгрелом этническим. И Сталин велел искать большого менгрела. Большой менгрел, это был, конечно, Берия. То есть, Берия был под ударом, по-видимому. Поэтому можно было бы ожидать, что он будет пытаться свалить Сталина. Но в реалиях того времени это было чрезвычайно тяжело сделать. И нет никаких главных оснований полагать, что это было сделано. То есть, он мог хотеть ухода Сталина. Но сделать это нет оснований. Во всем случае, не только для уверенности, но даже для серьезных подозрений, что это было сделано, то у Сталина реально было очень серьезное ухудшение здоровья последние месяцы. И в конце концов, он умер так же, как умирают все живые люди, которые сначала болеют, потом помирают от болезни. Вот и все. Тем более, что он категорически, как известно, Сталин категорически не доверял врачам. Он считал, что все врачи хотят его извести. Он никому не доверял. Он поэтому не лечился. И это, естественно, не способствовало его хорошему здоровью. С другой стороны, у Берии были основания и цепляться за Сталина, потому что кто победит в борьбе за власть, уверенности не было. Но так или иначе, там были разные группировки в Политбюро, но Сталин был для них сакрален. Сталина они считали просто, так сказать, олимпийским богом. И даже поверить не смогли, поверить не могли, когда увидели его, так сказать, в луже собственных физиологических каких-то выделений, или лежащим на полу на собственной даче, и даже не поверили, что он умер. И не знали, как это объявить стране. Поэтому эта история достаточно темная, достаточно мутная, но никаких реальных фактов, которые свидетельствовали бы о том, что ему помогли Сталина отправиться на тот свет, кто бы то ни было, будь то Берия или Хручок или кто-то еще, таких реальных оснований нет. Лаврентий Берия и женщина. С этим связано тоже немало историй. Об этом написаны книги, сняты фильмы. Актриса Татьяна Куневская рассказывала о том, что Берия ее изнасиловал. 16-летняя школьница Валентина Дроздова уже после того, как Берия не стала, рассказала о том, что тоже подвергалась насилию с его стороны. И таких показаний, таких свидетельств было немало. Абсолютный подлог. Москаленко рассказывал, как он разговаривал с его вдовой. И она рыдала и говорила о том же, как же вы могли опозорить меня так. То есть показания вселожные? Конечно. Абсолютно. Там же надо еще посмотреть, ведь это что-то изнасиловал. А детали? А как? А говорит, вот так. Вот он ездил, значит, вдоль своего дома на машине и смотрел на женщину. Вдоль Никицова. Вот увидал, хватал, значит, и тащил к себе домой. Ну, это в фильмах довольно часто использовал. Поэтому я говорю, понимаешь, если бы узнали интеллигентные женщины Москвы, что Берия вот так выбирает женщин, там была бы демонстрация интеллигентных женщин, которые бы ходили, чтобы он их выбрал. Где там насиловать? Там первый этаж, это были службы связи. А хозяйка дома всегда находилась дома. Ну, там, по-моему, полутораэтажный особняк, то есть там цоколь. А там он жил с женой Берия, и его сын с внуком, да? И он тут будет насиловать. Да, а внук будет прибегать, и что-то дедушка делает тут таким противоестественным способом. Лаврентий, Лаврентий, что-то у тебя там кричат. Ты опять насилуешь? А хорошо, сказала жена. Понятно, это все. Анекдот, вы знаете, вот просто ничего кроме иронии это вызвать не может. Сложная, сложная ситуация, потому что слишком много показаний о том, что он, скажем так, ухаживал за женщиной. За женщинами, не пренебрегая в этом таким инструментом, как свое административное положение. И тут дело не в физическом насилии. На этот счет неопровержимых доказательств нет, что он кого-то именно заваливал там на письменный стол у себя в кабинете, и при этом там душил рукой. Такого, такого нет. Но что он использовал свое административное положение, для того, чтобы вступить в связи с женщинами, это несомненно. Можно ли это считать насилием? Ну, вероятно, да. Вы начали с этого, что 23 декабря – это не реальная дата смерти Берия, что Берия был убит в июне 1953 года. Его застрелили на Никитской, где он жил, в особняке и все документы при аресте. За что убили Берию? Значит, Берия начал расследование, он начал брать ключевых людей, тех, которые наверняка участвовали в убийстве Сталина. Берия очень близко подошел к тому, чтобы раскрыть, кто убил. И в этом, кто убил, был и Хрущев. Понимаешь? И Хрущев спасался, убивая Берию, спасался. Никто не собирался его не арестовывать, ничего. Послали, как я понимаю, послали Москаленко и поручение дал, ну, там дал Хрущеву Москаленко и Батицкому распоряжение убить. Где они убили его? Дома ли? Они в это время, Берия в это время строил оборону зенитную Москвы, противовоздушную оборону ракетами. Поэтому очень тесно работал с Москаленко, Москаленко был начальником ПВО Москвы. Да, Московского военного. Вот. И то ли они приехали к нему, то ли в этом. Как бы приехали пригласить Берию на заседание претеста. Берия только вернулся из Германии в это время. Но вот в этот момент они его убили. А 23 декабря откуда тогда взялось? Понимаешь, потом арестовали, чтобы предать, убили. Ну, ты представляешь, вот сидят люди, и убивают первого заместителя главы. Вот завтра убили Медведева, да? И как? Да, вот зашли, застрелили. Что это такое? Как это понять? И они выдумали, и они выдумали заговор. У Карпова, полководца, опубликована докладная записка Жукова о том, как он, собственно говоря, принял участие в аресте Берии. И у меня есть письменный, Москаленко, значит, письменный документ, где он для своих воспоминаний пишет, как он организовывал арест Берии. Вы знаете, вот обхохотаться можно. Одними предложениями пишет, и формулировками, и Жуков, и Москаленко. Их заставили заучить наизусть на всю оставшуюся жизнь тексты. Это просто поразительно примитивные хрущевские методы. Вопрос, может быть, мы бы еще долго-долго обсуждали, но, тем не менее, если бы Берия возглавил Советский Союз, мы бы жили при коммунизме, мы бы жили при капитализме, или мы бы жили на развальных империях? Мы бы жили при капитализме 100%, потому что он был противником ортодоксальных подходов. Вот. Другое дело, что он бы долго у власти не пробыл, потому что социальные какие-то подвижки при таких резких движениях, они бы точно произошли бы. Но Российская империя в виде Советского Союза не рухнула бы, как это произошло в 1991 году. Ни в коем случае. Потому что живую кровь в экономику он бы все-таки успел внести. И завершающее, если можно, кратко. Ваша оценка Лаврентия Павловича Берия. Дмитрий Иванович, пост. Ну вот, если рассматривать пауков в банке, коммунистов и власти, то среди этих пауков самый яркий, самый интеллектуальный и самый практичный, может быть, может быть, даже самый перспективный, да, это Лаврентия Берия. Ваша оценка, Иванович? Я восхищен этим человеком, я ему завидую. Он столько тяжелых дел сделал, вот мне там и близко не прихотелось, он настолько, столько получил удовольствия от того, что его дела решались, и он мог их решить, что, в общем-то, ему можно в этом деле завидовать. Ну и еще я, в общем-то, мы тут согласованы, Мира, это один из величайших государственных деятелей мира. Мира, совершенно верно. В этой фигуре больше страшного и негативного, или, как ни странно, плюсы перевешивают? Организатор, талантливый, умный хозяйственник, или палач и исполнитель роли первого лица, то есть Сталина? Ой, вы знаете, в гитлеровской Германии среди гитлеровских палачей тоже были талантливые хозяйственники и талантливые пропагандисты. Можно ли сказать, что Гитлер решил проблему безработицы в Германии и дорог настроил? Можно ли сказать, что у них там положительное перевешивает на отрицательном? Да нет, конечно. Режим был страшен в Сталинске. Он был репрессивен, он был античеловечен. Сама система экономического роста была построена прежде всего на насилии, на рабском труде, на труде заключенного ГУЛАГа, на труде обездоленных, оторванных от земли крестьян. И говорить о том, что там были какие-то плюсы, на мой взгляд, это странно. Это должен быть такой очень странный поворот мозгов. Если такой страшный человек, один из руководителей террора, направленного против собственного народа, был способным и даже талантливым организатором этого террора в том числе, и успехов, основанных на этом терроре, конечно, это ни в коем случае не делает его положительной фигурой. Валентий Берия фигура страшная. Так же, как все его соратники того времени, на самом деле. Итак, в гостях в студии «Комсомольская правда» были историки, публицисты, писатели Юрий Игнатьевич Мухин и Дмитрий Иванович Фост. Я благодарю вас за эту встречу и за неожиданные выводы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok